Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода HD. Мой канал о моде и красоте также об умном шопинге. Возможно, я снова переименую свой канал, потому что действительно Мода HD это уже знак, который два года развивался. Но сегодня я приветствую вас в Паду. Я очень рада, что наконец-то выбралась. Сегодня достаточно хорошая погода, хотя пасмурно, но достаточно тепло. И я встретила большое количество хорошо и красиво одетых людей. Посмотрите на эту сеньору, как интересно обыграно самое обычное бесподкладочное пальто при помощи жилета сверху. Я сама в следующий раз хочу надеть таким образом. Однажды я уже где-то показывала, как можно поверх шубы носить тонкое бесподкладочное пальто, либо под шубу. Вот, кстати, кадры с той съемки. Это пальто я нашла в Mango. Оно мне очень понравилось. Я меряю размер L и меряю его поверх шубы, в которой и сегодня приехала. Но кадры с этой примерки так и не вошли ни в один из обзоров, потому что так меня раскритиковали за мои шубы, за мои двойные пояса, за ботфорты и так далее, что как-то я решила, в общем-то, не подливать масло в огонь. Но я сама очень хотела себе такое пальто купить. К тому же на Черную Пятницу эти пальто тоже пошли на скидку. Я примерила также бежевый вариант, он понравился мне чуть меньше, чем серый. Но в целом, вот, пожалуйста, идея. Я могу сказать, что помимо того, что это очень, на мой взгляд, красиво, модно и стильно, это очень-очень хороший способ утеплиться стильно, по-другому не скажешь. Можно взять любое, на самом деле, бесподкладочное пальто. Это конкретное стоило 119, и в Черную Пятницу была скидка минус 30%. Повторюсь, сегодня будет огромное количество стритстайлеров, которые, к тому же, были в хорошем расположении духа, либо я выглядела как-то по-особенному и располагала к себе людей. Многие согласились попозировать, и я смогла заснять. Вот действительно, когда ты блогер, когда ты видишь красоту, тебе хочется остановиться и действительно спросить людей разрешение сфотографировать, потому что потом хочется очень подробно разобрать все эти образы. Посмотрите, как красиво одета сеньора, какие у нее красивые длинные волосы. Она выглядит, на мой взгляд, гораздо-гораздо моложе своих лет, и она просто очень классно одета. Здесь три цвета, здесь яркие аксессуары, посмотрите, фактурная обувь, яркая сумка. Обратите, пожалуйста, внимание на очень выигрышное сочетание деним плюс голубой, либо темный деним плюс синий, либо деним плюс деним. Ну что ж, я добралась до падую, и сегодня необычная поездка у меня, потому что я поехала на автобусе. 2,60 стоит поездка на автобусе. Это дорогой тариф, потому что он считается межгородским тарифом. И вы просили показать меня, как же выглядят люди, допустим, на остановке. Они выглядят тоже по-разному. Кто-то выглядит очень хорошо, как эта сеньора. Посмотрите, пуховик. Пуховик перехвачен поясом. Все прекрасно в плане пропорций. Зеленые брюки и спортивная обувь. Я считаю, что она прекрасно одета, как человек, который, скорее всего, поехал куда-то по делам и должен быть одет удобно. Сама я сегодня принарядилась вот таким образом. Поселфилась вдоволь в автобусе. Красные шторки, кстати, не комплиментарны, но я так неплохо получилось. Поснимала свои носки. Сейчас я подробнее покажу, потому что, наконец-то, я надела носки махеровые, шерстяные. Могу сказать, что это мега супер тепло и удобно. Покажу вам чуть-чуть падую, которую можно увидеть только в пешую прогулку, либо из общественного транспорта, потому что на машине нельзя ехать вот конкретно по этой дороге. Однажды мы поехали, мы заблудились. Назад уже было повернуть нельзя, потому что движения односторонние. И мы получили штраф, если я не ошибаюсь, 300 евро. Кстати, мы проехали мимо полиции. Я очень испугалась и была очень рада, что полиция нас не остановила. А штраф потом просто пришел с фотографии нашей машины, нашего номера. И нельзя было отрицать, что в тот день, в тот час мы не находились вот на этой дороге, которая, повторюсь, открыта только для общественного транспорта. Ну что ж, вот таким образом я сегодня выгляжу. И хочу сказать всем, кто будет критиковать. Вот здесь я считаю, что просто я выгляжу супер классно, хорошо. Единственный недочет, я увидела его непосредственно на съемке. Это пояс у меня имеет золотую пряжку. И я потом его сдвинула вбок, чтобы она не бросалась в глаза, потому что фурнитура на сумке все-таки серебряного цвета. И на мой взгляд, лучше в данном случае, чтобы сочеталось. Вот я уже убрала пряжку в другую сторону. Вот мои теплые носки, мои открытые щиколотки. Я считаю, что очень классно выгляжу. И здесь, конечно же, важно присмотреться, кто хочет такой образ скопировать. Что белый свитер, кстати, связанный на заказ, так же, как и шапка шерстяная связана на заказ. И белые брюки, то есть такой total white, total белый цвет, как база. Сверху шуба, шуба перехвачена ремнем. Сейчас мы посмотрим, что очень многие так носят. Именно шубы с ремнем здесь на подаванском стритстайле. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня мы увидим большое количество шуб Тедди и вообще шуб из искусственного меха. И такое совпадение будет очень много розовых пальтов Тедди. И могу сказать, что это все разные героини. Это разные-разные сеньоры, которых я засняла в разных частях города. Дорогие зрители, посмотрите, какая прекрасная идея для подарка. Это вот такой мини-сад, либо даже макси-сад, если мы говорим о большой емкости, непосредственно вот в такой вазе, в вазе-банке. На мой взгляд, прекрасная идея для подарка. Признаться, сегодня витрины меня разочаровали, потому что все, что я видела, это были какие-то неносибельные, меня критикуют за это слово, но я не знаю, как еще назвать подобные сочетания. То есть то, что да, вроде как неплохо, вроде как стильно, но совершенно непригодно в повседневной жизни. Я поняла потом, в чем дело. Дело в том, что нам предлагаются, кстати, обратите внимание, носки и казаки. Нам на самом деле предлагаются новогодние платья уже, но предлагаются вариации, конечно же, с пуховиками, например, потому что пуховики тоже нужно продавать каким-то образом. И поэтому вот луки, они на самом деле такое ощущение, что непонятно для чего и для кого составлены, являются не более чем рекламой той продукции, которая имеется в данном магазине. Порадовала меня витрина Максмара. Посмотрите, какие прекрасные модницы остановились напротив витрины Максмара. К сожалению, цвет чуть-чуть бликует и изменяется, потому что что витрина несколько в других тонах, что сама одежда на сеньорах тоже несколько в других тонах. Мы потом увидим их позже, по другой улице они будут гулять. Меня очень порадовала витрина Максмара. Здесь, опять же, все можно использовать в жизни. Очень много можно взять на заметку, например, в сочетании красного и серого. Обратите внимание, я покажу вам сегодня несколько витрин вот с такими сумками. Из искусственного меха, либо из настоящего меха. Эти сумки популярны. Снова мы видим варежки. Эти варежки мне очень нравятся. Я бы хотела себе такие. У меня есть из дубленки. Я показываю их много раз. Посмотрите на обувь, которая предлагается вот к таким компоновкам. Обувь стоит 219 евро, а пуховик парка стоит 599 евро. Посмотрите, пожалуйста, какое разнообразие белых брюк мы видим. Белые брюки, кстати, практически всегда сделаны из вельвета. И подобные брюки я увидела на рынке. Запишу отдельное видео, наверное, в рамках видео роликов о минимализме, про простоту. И приведу пример, когда мы одеваемся в недорогую одежду и имеем больше преимуществ. Объясню, почему это происходит. Здесь же все прекрасно. Пуховик, свитер. Мне очень нравятся такие удлиненные украшения. А это снова свитер с норвежским рисунком, со смешным рисунком, как говорят многие. Кстати, на сегодняшнем стритстайле я заметила очень много шляп. В прошлом году я такое количество шляп не замечала. Юбки с пайетками нравятся мне всегда традиционно. Кстати, эти юбки стоят недешево. Если вы на какой-то моднице видите юбку с пайетками, имейте в виду, она потратилась. Очень нравится мне этот лук с пуховиком, потому что такой кэжуал, очень элегантный и женственный. Обратите внимание на эти лямки. Это пуховики, которые будут популярны в ближайшее время, которые можно снять и как рюкзак носить не в руках, а за спиной. Статцена пуховик стоит 379 евро. Юбка стоит 249 евро. Лук очень-очень красивый, мне нравится. Посмотрите, пожалуйста, на этот ансамбль. Все очень просто, но очень гармонично. Самый обычный пуховик, как будто бы перехвачен ремен. На самом деле он таким образом скроен, что кажется, будто сверху найдет пояс. То есть можно любой не очень широкий пуховик перехватить ремнем. Посмотрите, юбка чуть выше колена и сапоги черной колготки. Все очень просто, все очень легко повторить. Но на мой взгляд смотрится очень-очень красиво. В особенности, если учитывать удобство данного ансамбля для повседневной жизни. Присмотритесь, пожалуйста. Я себе многое взяла на заметку. А вот и белые брюки, вельветовые белые брюки, о которых я говорила. Могу сказать, что подобных альтернатив тому, что мы видим на витрине, на рынке, по крайней мере на итальянском рынке, можно встретить очень-очень часто. Эти брюки стоят 35 евро, что недешево для рынка. Вообще, я сегодня встретила большое количество витрин, оформленных в белых тонах. Либо Total White для зимних компоновок, либо все вариации на тему яичной скорлупы. Цвет ненасыщенное сливочное масло. Цвет, как его еще можно назвать, шампань. То есть шампанское, но прямо-таки совсем-совсем легкое. Все-таки более цвета, уходящие в белый. Очень-очень много таких витрин я встретила сегодня. Но об этом я расскажу вам в своих следующих видео. На этом сегодня с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро на стритстайле, на обзоре витрин. А также за обсуждением разных интересных нам с вами тем. Всем желаю хорошего настроения, хорошего дня. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Пока-пока.